Жаркая погода и небольшое волнение моря – не помеха для любителей активного отдыха на воде. Как правило, это и рыбалка, и разные виды водных аттракционов, а также просто морские прогулки. Но на воде, как и на дороге, есть свои требования и правила, за соблюдением которых пристально следит инспекция по маломерным судам. Вот и первый нарушитель. Катер укомплектован всем необходимым, но на пассажирах нет спасательных жилетов, а номер и название судна нанесены на корпус неправильно. На первый раз судовладельцу выносят устное предупреждение. А этот прогулочный катер укомплектован всеми средствами безопасности – пассажиры в спасательных жилетах. Но налицо явный перегруз. Нередко в погоне за заработком судовладельцы берут на борт больше людей, чем разрешают нормам безопасности. Но таким предпринимателям заработать больше все равно не получится, так как придется заплатить штраф. При выходе в море все судовладельцы должны иметь при себе судовой билет и права на управление маломерным судном. Владелец этого водного аттракциона вышел в море с людьми без документов. С такими прокатчиками у инспекторов разговор короткий. Судовой билет и удостоверение. Давай мне людей сюда и займем удостоверение. Людей давай сюда перетягивай. Ну не тяните. Спасибо, людей сюда перетягивай. Давай мне веревку от банана. Да нет, да. Бегом тогда на берег, и мне документы. На сегодняшний день, на утро было 136 вынесено и рассмотрено административных дел. В основном нарушения это перегруз, особенно сейчас последнее время начался июль месяц, июль-август. То есть на 3-4 человека перегруз считается. Очень редкие случаи управления маломерным судном без удостоверения. Ну и без спасательных жилетов. Редкий случай, но попадается. В нынешнем сезоне к эксплуатации допущено 14 стационарных бас-стоянок маломерных судов и 19 стоянок, используемых целью проката. Все незаконные выходы в море выявляются и пересекаются круглосуточно. В данный момент большую помощь нам оказывают патрульные группы, которые прикомандированы в город-курот Анапы. Ну это у нас каждую неделю одна патрульная группа Краснодарского края присутствует. Здесь в течение недели осуществляют контроль, соответственно, и на пляжных территориях, и, соответственно, в море. За этот период к административной ответственности за различные нарушения привлечено более 100 судоводителей и судовладельцев. Поплатиться рублем за нарушение водного законодательства может и любой отдыхающий. Важно знать, что при прокате гидроцикла или иного маломерного судна без документов штраф грозит не только его владельцу, но и самому пользователю. Государственная инспекция маломерных судов напоминает жителям и гостям курорта о необходимости соблюдения правил безопасности на воде, чтобы отдых не омрачило никакое происшествие.